Председатель Октябрьского районного суда Бишкека Ирнис Чоткараев может оказаться на скамье подсудимых. В Совет Судей поступила жалоба в отношении служителя Фемиды от председателя Верховного суда. О чем идет речь в документе пока не сообщается, но предположительно это может быть связано с недавней операцией ГКНБ. Спецслужбы выявили коррупционную схему в районных судах, по которым деньги от нарушителей ПДД присваивались сотрудниками судов и инспекторами ГУБДД. Установлено, что отдельными работниками судебных органов города Бишкек были присвоены денежные средства, предназначенные для оплаты административных штрафов по статье 238 Кодекса ООО по административной ответственности ПДД Республики. При этом в отдельных случаях со стороны судейского корпуса допускались факты проведения формальных судебных заседаний без участия нарушителей ПДД. На основании собранных материалов Генеральная прокуратура Кыргызской Республики возбуждена уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных в статье 171 и 300 Кодекса Кыргызской Республики. И уголовное дело для организации расследования передано в Главное следственное управление ГКНБ. По данным наших собственных источников, сам Чудкараев сейчас находится за пределами Кыргызстана. По некоторым данным, Генеральная прокуратура готовит представление о лишении его неприкосновенности. Однако официально надзорный орган эту информацию не подтверждает. Факты, выявленные в Октябрьском суде столицы, послужили основанием для масштабной проверки. Есть сведения, что АКС ГКМБ уже начали изучать дела и в других районных судах столицы. Правозащитники говорят, случай со штрафами показал, что пора пересматривать некоторые полномочия служителей Фемиды. Когда идет подмена документов и идет отмывание денег, то здесь, конечно, однозначно такие дела должны пресекаться. За это должны нести ответственность, вплоть до уголовной. Потому что это должно стать таким вот фактом для всех показательным, что, извините, вам дают хорошую зарплату, работайте ради нее. И вообще нам нужно подумать о том, чтобы судьи выносили только решения, в их компетенции было только вынесение решения. Все административное, связанное с какими-то там оплатами, переводами счетов и прочее, это судей вообще не должно касаться. И если мы это сможем достигнуть, я думаю, что с одной стороны мы защитим судей, с другой стороны мы от некой кормушки их освободим. Тот бардак, который творится сегодня в судебной системе, результат того, что реформы, начатые несколько лет назад, ни к чему до сих пор не привели, говорят эксперты. Нарушения служителями ФИМИДы как допускались, так и продолжают допускаться. А значит, нужно менять подход к реформированию судебной системы. У нас судьи, вплоть до председателя суда, могут сами привлекать людей к уголовной ответственности за неуважение к суду, как, например, в Нарыне. Сами задним числом регистрировать иски, как, например, в Свердловском районном суде. Что еще могут делать? Выносить заведомо неправосудные решения, как, например, по делу фирмы Рубикон. Вечерка. И видите, почему это происходит? Во-первых, это происходит потому, что судьи не избираются народом, как в других странах, даже в Китае. Во-вторых, потому что у нас дисциплинарная ответственность судей не регламентирована законом. То есть вот такие страшные коррупционные схемы существуют из-за того, что несовершенен закон. Что судебная реформа у нас полностью провалилась за 8 лет. Эксперты говорят, если проверки АКС ГКМБ действительно начались по всем районным судам столицы, то в скором времени стоит ждать и новых громких дел. Похожие нарушения сегодня происходят повсеместно. И не только в городе Бишкек. Игорь Потанин, Нурбек Копаров, НТС.